Так, коллеги, еще раз доброе утро. Меня зовут Барченко Петр, компания Архитект Дизайн. Сегодня я расскажу вам о новых возможностях Inventor 2020. Презентация носит обзорный характер. Порядка 20 минут займет презентация, ну и ответы на вопросы. С нетерпением их буду ждать. Так, ну что же, надеюсь, все собрались и начинаем. Значит, с пылу с жару вышла новая версия Inventor 2020, которая, так сказать, открывает ряд возможностей. И в этой версии команда разработчиков сосредоточилась на некоторых значительных улучшениях, которые меняют подход к проектированию. И также ввела некоторые технологии, которые, так сказать, позволят упростить совместную работу с экосистемой продуктов Autodesk. А также, так сказать, ускорить и улучшить условия по эксплуатации этих продуктов. Значит, итак, в этом году, значит, в этой версии произошли следующие значительные изменения. И это шесть разделов, о которых мы сегодня поговорим. В частности, это некоторые изменения произошли в моделировании, также при создании сборок, взаимодействии с продуктами группы Revit. Так, значит, следующий важный момент – это ускорение работы при, так сказать, работе с большими сборками в представлениях и, так сказать, при работе с железом, новые возможности в оформлении и установка и эксплуатация продуктов. Ну и, собственно говоря, первое и очень важное изменение – это представление моделей, да, можно еще назвать это таким… Ну, то есть это не параметризация даже, да, это нечто большее, это представление, касаемое, например, процессов, с помощью которых происходит изготовление данной детали, в частности. Это может быть, например, заготовка, да, то есть мы проектируем деталь, а на основе нее мы делаем заготовку, например, произведенную литьем. Потом первый этап обработки, там, механическая обработка, там, значит, не знаю, что еще может быть. Ну, любые технологические процессы мы можем произвести в одной детали и настроить это с помощью, так сказать, представлений, да. Таким образом мы можем проектировать целую серию деталей и, значит, соответственно, упростить работу для себя и работу для ваших коллег, да. То есть, условно говоря, мы можем также сосредоточиться над этой работой, над одной моделью, целым коллективом, да. Вот, значит, самое важное, что это не просто параметризация, которая была раньше, да, здесь и конфигурация свойств происходит вместе с моделью. То есть, свойства модели, они также становятся независимыми, да, и разные конфигурации модели имеют разные свойства. Ну, давайте посмотрим небольшой видеоролик. Не знаю, звук слышно будет или нет. Наверное, он не транслируется, но буду, так сказать, комментировать. Ну, вот, в частности, такое колесо, и здесь создаются представления этого колеса. То есть, мы фактически параметризуем деталь, но с другой стороны, вот обратите внимание, меняются свойства детали, да. И для разных типов деталей, то есть, поменяли количество лопаток, да, и для разных свойств деталей у нас получаются, во-первых, разные представления в одном файле, во-вторых, разные свойства этой детали. Ну, вот здесь, в частности, вы можете видеть, что, значит, каст-отливка, машина-то обработанная, и, значит, обработанная на станке, просверленная, и финишная обработка, то есть, когда деталь закончена. И все эти три представления, они имеются у вас, так сказать, в одном месте, да. Более того, по этим трем представлениям вы можете делать различные типы обработки, что, в принципе, позволится, опять же, сократить время. Честно говоря, я вот там лет, год четыре назад прям мечтал об этом, потому что было бы очень здорово, если бы мы могли, так сказать, в одной детали создавать и сборку, и обработанную деталь, и заготовку, и обработанную деталь, и пооперационно какие-то эскизы создавать, и операционно создавать переходы, то есть, чтобы можно было проектировать тех процессов. Ну, а сейчас вы на экране видите, как теперь можно с помощью этих представлений создавать упрощенное представление деталей. Ну, и здесь вот вы видите, что можно автоматизировать, так сказать, упростился процесс проектирования параметрических деталей, да. И также эти технологии, они перешли и на работу со сборками. Вот, собственно говоря, также и в сборках мы можем создавать такие же конфигурации, то есть, это простым перещелкиванием, да, вплоть до, так сказать, работы с сварными конструкциями, так сказать, в ней тоже можно создавать, например, различные конфигурации перед разделкой, разделка, например, кромок перед сваркой или обработка после сварки. Вот, ну, а также, так сказать, автоматизировать процесс задания различных позиций и номенклатурных обозначений. Тоже касается и свойств моделей в сборке, да, то есть, вот представлена в частности часть деталей, вот, собственно говоря, есть спецификации. Как вы видите, что представление визуальное на экране одно, а по спецификации мы видим различные обозначения этих деталей и, так сказать, ну, они, спецификации все-таки отличаются. Ну, и то же самое в аннотациях, да, мы видим, что аннотирование происходит в соответствии с свойствами этих деталей. Ну, и давайте посмотрим тоже небольшой примерчик, подготовленный для нас автодеском. Здесь мы видим, каким образом происходит конфигурирование деталей, в частности, там, присоски под какое-то технологическое, для какого-то технологического оборудования, перемещения, ничего-то. Вот, и теперь вот конфигурирование происходит вот таким вот, так сказать, таким простым образом. Вот. Да, и важная составляющая конфигурирования заключается в том, что теперь это также все доступно через Excel, да. То есть мы можем в Excel открыть, ну, если кто, ну, многие знают, да, все, так сказать, коллеги давно работают в Inventory, раньше была возможность параметризации через Excel. Ну, вот она теперь добралась и до параметризации через Excel, параметризации сборов через Excel. Соответственно, то есть мы видим, что, значит, теперь это можно делать вот таким вот образом, быстро и четко. Также все эти функции коснулись и такой известной и важной технологии, как iLogic, да, то есть можно параметризовать также и процессы, связанные с отображением модели, да, то есть, вот, видите, упрощенные представления, то есть полная модель, да, упрощенное представление и совсем простое представление. Это можно делать и вот простым перечелкиванием и через нашу любимую технологию iLogic. Вот. Все это теперь доступно. Вот. Соответственно, ну, и на чертеж, вставляя модельный чертеж, мы также имеем возможность выбирать то представление, которое нас бы устроило, да, если нужно что-то быстренько сделать с минимальными ресурсами, то это делается все с помощью представлений. И во вторую очередь уже можно, так сказать, изменить представление, уже когда детальная отрисовка нужна, например, с простого на сложная, и таким образом сократить время на какие-то, ну, приобрали, можно чуть упростить себе жизнь. Вот. Очень важное, так сказать, изменение произошло при создании упрощенных представлений. Раньше это делалось с помощью подстановок там, значит, и вот скрытия, вот, так сказать, внутренностей, которые представляют интеллектуальную собственность компании для передачи заказчикам или партнерам. Вот. Теперь упростилось. Теперь вот такая панель инструментов, она в правой части экрана, вы можете ее видеть, разделена на группы. Соответственно, что касается удаления деталей состава изделия отдельный, появился инструмент, и прямо из диалога в окно, так сказать, происходят все эти процедуры. Соответственно, исключение компонентов, какие размеры, как их удалять, конверторы, то есть в каком виде представлять, в виде сборки или в виде одной монодетали, в какой формат выводить, куда, все это теперь сосредоточено на одной панели, которая, в общем-то, будет гораздо более интересной с точки зрения работы. Ну и находится она с левой стороны, как мы все привыкли, у нас левая, так сказать, половина экрана, она более привычна для работы, да, и туда сосредоточено большинство внимания, поэтому мы можем ее прикрепить рядом с браузером, да, и таким образом простить себе работу и максимум внимания сосредоточить на интерфейсе. Все больше и больше, так сказать, проникает технология строительного и машиностроительного проектирования друг друга, поэтому основной фокус, связанный с взаимодействием с Revit, он, так сказать, год от года увеличивает свою актуальность, и, ну, в общем-то, и в этом году не стало это исключением, еще лучше стали взаимодействовать между собой эти системы, возможность передавать упрощенные изображения в Revit и дополнительные инструменты для отображения, которые, так сказать, позволили в Revit, так сказать, быстрее и качественнее оформлять документацию. Также не забыли и про Fusion, да, потому что Fusion обладает рядом полезных и важных инструментов, такие как расширенные методы механической обработки, да, это пятиосевая обработка с использованием дополнительного модуля машинных экстеншен, да, инструменты по 3D-печати и генеративного дизайна. Поэтому для некоторых это очень важно и полезно, иметь возможность быстро передавать без конвертации, без облака, без какого-то там, ну, то есть бесшовно передавать детали во Fusion. Ну и также, так сказать, технологические процессы, которыми, без которых сложно обойтись. Сейчас очень важно, чтобы все ваши, ну, так сказать, заказчики, и кто также предполагает использование 3D-технологий в безбумажном производстве, так называемом, да, имели возможность получать чертежи, то есть 3D-модели без сопровождения чертежей, да. Таким образом, вот формат QIF3, да, позволяет оформлять конструкторскую документацию в виде трехмерных аннотаций к трехмерной же модели. Вот, и вот эта технология PMI, да, данные, это продукт Manufacturing Information, то есть данные для, так сказать, производственной составляющей, да, вот они даются, потому что допуская посадки, они определяют типы точность технологического оборота. Вот, небольшой видеоролик. Это о ревите и о совместной работе в ревите, о упрощении, да. То есть вот мы можем из ревита загружать модели. Как вы видите, вот я говорил о упрощениях, которые мы, так сказать, производим, да, эти упрощения можно, собственно говоря, прямо из диалога в окна производить и выбирать степень детализации объекта. Также вот мы можем загружать модели из ревита в инвентарь и упрощение, связанные с, то есть инструменты, связанные с упрощением оборудования, они очень полезны будут для тех, кто строит, так сказать, предприятия, проектирует. И обратите внимание, да, на то, как можно работать с упрощениями, то есть, соответственно, говорят, например, вот здесь выбрали диаметр отверстия, да, 0,625 дюйма, да, для того, чтобы эти упрощения можно было скрыть. То есть, вот, все, что меньше этого размера, соответственно, будет устранено из деталей. Ну, мне кажется, очень удобно организован интерфейс, да, и здесь можно реально, так сказать, конкретно сосредоточиться на своей работе, так сказать, да, и эти упрощения все достаточно быстро и визуально нагрядно происходят. Вот, ну и для ревита передачи данных, то есть передачи моделей из инвентара в ревит, вот, соответственно, с, кстати, да, и важно, что спецификацию поддерживают, то есть все позиции обозначаются так, как нужно, то есть это, мне кажется, очень важно для современного производства, для тех, кто, заказчиков, те, кто занимается проектированием производственных объектов, вот, где технологический процесс строится на основе их же изделий. Так, ну и вот год от года, значит, компании Autodesk и Inventor занимаются улучшением производительности, ну и давайте чуть-чуть посмотрим, что же нового они сделали с точки зрения производительности, да, отрисовка объектов изменилась, то есть улучшилось отображение, появилась поддержка оборудования, визуальные стили добавили, ну и, в принципе, в частности, в части интерфейса, да, произошли изменения, ну, они уже были там, в частности, темная тема там появилась, да, вот, и также часть инструментов произошла, так сказать, получила дополнительную проработку, изменился интерфейс, ну, все началось, команда, как вы помните, позапрошлым году отверстия поменяли, да, интерфейс, и вроде сначала казался он непривычным, но вот дошли и до, дошли и до скругления. В частности, изменилась панель скругления, то есть теперь вы вынесли, как вы можете видеть, отдельно инструмент скругления, значит, заливка и вот по эсфиле, да, то есть это по двум граням можно создать скругление, это был инструмент раньше, но его вынесли в виде отдельного, в виде отдельного инструмента. Также изменилась панель свойств, да, где, так сказать, отображается количество скруглений, их размеры, также, как вы видите, можно выбрать различные типы скруглений, да, то есть постоянное переменное скругление, но это когда у нас меняется радиосопряжение, меняется, да. Также есть интересный инструмент, когда у нас подходит к какому-то круглому, к круглой части, там огибание такое, скругление, в общем, это мы отдельно проведем еще технический вебинар по техническим уже аспектам, связанным с вот именно этими инструментами, я думаю, что где-то, наверное, к концу мая или в июне отдельно объявим, вот. И также появились горячие клавиши и по работе со скруглениями, ну, в общем, производительность растет, будем следить за ней. То же самое, значит, инструменты, упрощающие работу для сборочных зависимостей. Так, ну и давайте вот немножко посмотрим, это вот темная тема, которая появилась для, значит, инвентора, да. Обратим внимание, что, так сказать, и стиль отображения можно теперь сделать, привести, так сказать, в тот, который вам, так сказать, больше будет нравиться. Ну и вот инструменты, связанные с, очень быстро, но, тем не менее, вот темная тема появилась теперь и для iLogic, что не может не радовать, вот. Ну и давайте ролик посмотрим, там чуть помедленнее будет про, значит, соответственно, вышеописанные функции, связанные с скруглениями, да, и с производительностью, с повышением производительности. Тут немножко о адаптивном проектировании. Значит, здесь будет создан кронштейн прямо по месту. Создаем рабочую плоскость перпендикулярно оси заданной точки. И, как вы видите, этот кронштейн, он является у нас адаптивным. Вот, значит, так, здесь будет про визуальный стиль. И вот видите, появилось новое отображение, такое достаточно красивое, полупрозрачными внутренними конструкциями. Соответственно, полезно, наверное, тем, кто работает со сложными простатствами, да, и потом, в конце концов, приятные можно картинки сделать. Хорошие такие сложные и информативные. Так, это процессы анимации. Ну, это все, кто давно работает с инвентаром, для них ничего нового здесь в области анимации пока не сделали, но... И вот о скруглениях, вот то, о чем я говорил. То есть, вот видите, можно по двум граням создавать, то есть просто-напросто выбираем две грани и автоматически заливаем. То есть, скругление переменного радиуса, вот, вы здесь видите, то есть, на концах единичка радиуса, в серединке два с половиной, да. Ну, это нужно тем, кто занимается литейным производством или изготавливать детали из пластика. Это очень хороший инструмент, очень полезный. Здесь мы можем теперь выбирать, да, но это вот у нас свойство, то есть измерение между объектами, очень важный тоже инструмент, на него давно было много нареканий. Ну, вот уже, собственно говоря, дошли мы до того, чтобы поменять этот инструмент. Значит, теперь достаточно комфортно и удобно, можно мерить достаточно сложные объекты. Так, ну и о темном стиле отображения диалогового окна инвентора. Теперь можно работать и на темном фоне. Это такой мейтстрим сейчас у многих производителей. Ну, и насколько вы, наверное, знаете, можно же еще и настроить эти стили. То есть, можно зайти в панель управления и там поменять цветовую гамму, так сказать, некоторых элементов интерьера. Так, коротко о передаче деталей во фьюжене. Вот можно механическую обработку во фьюжене производить. Как вы знаете, что во фьюжене достаточно мощные инструменты и в них вкладывают значительные ресурсы в улучшение инструментов по механической обработке. Там появилась и четырехосевая, так сказать, совместная обработка, и пятиосевая совместная обработка часть появилась. То есть, инструменты по обрезке траектории, там, ну, у нас отдельный вебинар будет по этой теме. Мы отдельно остановимся на тех инструментах, которые фьюжен предлагает в области механической обработки и подготовки управляющих программных станков ЩПУ. Это отличный инструмент, я считаю, особенно за те деньги, которые за него, так сказать, просят автодеск. Еще один видеоролик. Также посвященный производительности. Так, это уже был ролик. Вот, теперь о установке и развертывании. Несколько слов. Теперь можно из личного кабинета создавать установку. Значит, работает на достаточно слабеньких, скажем так, компьютерах, да. Ну, и давайте посмотрим лучше видеоролик. Я его прокомментирую. Здесь как раз вот мы рассмотрим моменты, связанные с подготовкой установки. Теперь можно подготавливать и устанавливать инвентарь совместно с Волтом, вот, что не может не радовать. Для этого мы можем зайти в личный кабинет. Значит, сейчас я промотаю. Так, это о том, как, значит, устанавливается, конфигурируется инвентарь. Чуть-чуть забегая вперед. В общем, в личный кабинет мы можем зайти, добавить продукты из своего ID, вот, и создать образ развертывания. Причем мы можем здесь же прямо через веб-энтерфейс настроить все необходимое для настройки. То есть есть возможность и тихой установки, то есть без диалога, и без выбора. Когда настройка стандартов, которые, так сказать, нужны, да, настройка языка, ну, и так далее, и тому подобное. Кстати сказать, что сейчас уже вот инвентарь, там, несколько дней, там, ну, неделю, да, уже работает. То есть есть возможность его скачать и установить, он уже на русском языке, что очень радует. То есть нет ожидания пользователей от того, когда появится русская версия. Это очень важно. Ну, и вот, собственно говоря, здесь окончательная подготовка. Значит, расположение загрузки, ну, образа, где он будет располагаться. Ну, и, естественно, вы сразу можете куда-то сетевое хранилище выложить, откуда пользователи или сам же администратор через удаленный стол может установить нужным пользователям нужный дистрибутив и таким образом сэкономить время на, так сказать, работу, связанную с тем, что ему нужно прийти, там, открыть компьютер, кнопки нажимать. Теперь можно делать, так сказать, достаточно все удаленно. Так, ну, и, собственно говоря, вот нам удалось с вами посмотреть, что появились значительные нововведения в области конфигурирования и управления моделями, в области взаимодействия с другими продуктами и также, собственно говоря, некие очень важные изменения в области установки и работы системы. Здесь представлены ресурсы, где еще можно подчеркнуть много информации о инвентаре. Я надеюсь, что все эти ссылки знают, вы все знаете, да, если не знаете, обращайтесь ко мне. Я с удовольствием вам готов помочь рассказать, показать, ответить на ваши вопросы. И вот сейчас, собственно говоря, с нетерпением буду ждать их от вас. Пожалуйста, не стесняйтесь. Если хотите, если кто-то хочет, поднимайте руку, можно попробовать, можно голосом задавать вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!